всем привет вы на канале мистэмплэй и мы продолжаем атом rpg выживать в апокалипсис мире так мы сейчас находимся в цирке но так что-то у меня сенсой что ли что-то ладно я вроде настройки переустанавливал гру конечно сохранялки я все вытащил а вот городе боя масштаб скорость движения камеры вот так наверное ладно разберемся привыкнем по ходу так с этой мы разговаривали это бородатая женщина это парочка какая-то с кем мы еще не разговаривали ты кто крупный мужчина лет 30 обладает огромными глазами но при этом таинственно пустыми бездумным взглядом методично поднимает тяжелые гири демонстрируя внушительные венистые бицепсы заметив вас мужчина швыряет кирю на землю от чего та создает вокруг себя настоящий мини кратер чешет нос задумывается на минуту и с уверенностью заявляет гулки медленным голосом голоса и подстраивать под них не буду ребят здравствуй хрюпик я силач бамбула ты пришел посмотреть как силач гири поднимает или пришел посмотреть на хрю хрю да не и вообще просто подошел поговорить точно вопросы силач косится на вас недоверие только если не обидные вопросы если добрые вопросы то силач бамбула соглашается бамбула настоящая я разговариваю просто возможно потому что здесь ну я иногда замечал что при некоторых разговорах дается опыт из этого я решил поговорить вы кстати я читал ваши комментарии достаточно много все прочитаны не волнуйтесь но вопрос за за какие именно тексты то есть что надо спрашивать дается опыт а за что как бы бесполезно спрашивать так нет глупый это из книжки обманки имя на вид сказка а на деле про моральное превосходство коммунизма над угнетающим трудящихся капиталистическим строем бамбула разорвав съел книжку за обман но имя приглянулась силачу и он забыл свое настоящее и хер по себе как как глубоко так давай интересная история остальное я думаю это просто сплетник смысл ну точнее вот это сплетни есть смысл спрашивать мы узнаем где какие задания кому что требуется остальное спрашивать ну если только именно будет требоваться по заданию это спросить ты слышал что если у муки коровки подергать внизу то молоко пойдет из краников сегодня бамбула в этих краях уже столько лет живет а не знал может это только недавно придумали на вроде доить коров ну да как бы доить коров всегда вопрос так что у него с речью творится у него вроде все нормально по крайней мере я не вижу здесь чтоб запинок давайте бамбула до врача ходил попросил сказать почему сегодня бамбула так странно говорит врач сказал силачу дорогой мой здесь естественная медицина увы бессильна у нас наблюдается острая задержка психоречивого развития вызванная набором врожденных генетических факторов и десоциализации пережитой в возрасте пяти лет ни хера себе если у тебя такая задержка я вижу что по лесу да там возможно не все в порядке но если у тебя такая задержка как-то это все выговорить смог бамбула стал смеяться и сказал что ничего не понял тогда врач погладил силача по плечу и дал ему конфетку но внутри своего сердца бамбула все понял и стал очень грустный на время бамбула закрылся на чердаке и дело себе больно бритвы по рукам чтобы забыть своего врача и позитивный парень вопросов нету на хера правда руки резать да ладно все так это понятно короче ответишь на несколько вопросов это как раз таки сплетни короче погоде победить все такое что хрухрю как на нее силач похлопывает себя по правой ноге обутый в здоровенный доходящий до колена сапог только очень глупый не слышал про хрухрю люди говорят что хрухрю это крест который силачь бамбула несет через жизнь ужасное горе но силачь бамбула говорит хрухрю смешной но ведь хрухрю стоит больших денег 30 рублей не говори родителям бамбула но он планирует расстать этих наводку с ним показывай своего хрухрю нет спасибо я уже понял нога в форме как у свиньи тут же все мутанты ну да скорее второе похоже ваши слова задевают силача не трагая ваших денег он начинает стягивать с ноги сапог сейчас увидишь сейчас посмотришь на хрюхрю сапог наконец слезает с ноги силача вы отшатываетесь а жуткой вони и зажимаете рот руками нога изуродована то ли при рождении то ли каким-то чудовищными опухолем как бы там ни было конечность атлета выглядит полностью нормальной до колена но чуть ниже сустава превращается в бесформенную глыбу четырьмя висящими как тряпки мясными отростками каждый из которых заканчивается деформированным копытом там где у мужчины должна быть пятка вы видите трехугольные ломоть мясо похоже на свиную голову с разрезами между глад вместо глаз там где у сейчас силача должны быть пальцы ног выпирает сочащаяся слизью согнутые под болезненным выглядящим углом хобот пятака выглядит все это так будто вместо ноги у бамбула поставлена вертикально на голову свинья диос мио вот этого не уж не говоря про зрелище с виду сапожек а на самом деле хлеб ух нам так я видел достаточно не только для этой но и до следующей жизни прощать так здесь кто ты что за рыжие волосы строго выглядит так вроде рыжая так каштаны волосы с длинными светлыми а здесь вообще светлый это блять они накосячили ладно аккуратный хвост кричит на печально зависшую в воздухе гигантского сута покорно торит каждому ее движению нет милочка ты полетишь сквозь горячий образ полетишь даже если мне придется тебя неделю на воде и макаронах держать так где мой кнут а со злобно жужжит и крутит глупо круглой головой ножа вы прутья клетки не дают ей улететь в ходе своей жизни вы сталкивались со случаями приручения новой послевоенной мегафауны предприимчивыми дельцами пустоши но прирученную осу еще не встречали дрессировщица наконец замечает ваше присутствие и резко разворачивается что надо выступление сегодня не будет такова уж цирковая жизнь стоит одной актрисе в трупе заболеть чрезвычайным страхом перед окнем как все шоу мадам просковья пироговой идет коту под хвост но ведь разговору то это не помешает нет я занята с этой непокорной усой как можно добиться покорности женщина хмыкает и пожимает плечами может быть тебя не видит во мне родственную душу с этими словами просковья пирогова закатывает рукава после чего наклоняется и закатывает штанину руки выше локтя и ноги выше колена у женщины покрыта толстой коркой и окрашены желтыми и черными по полосками хитина а еще я раз в месяц какой-то феромон странный вырабатываю на которой они со всей округи слетаются если забуду или ли и легко оденусь а ваша особенность вам к лицу внешне также строги также готовы как на смертельный укол как жестокое сколия но копнуть глубже раскроется радушная медоносная истина мужчина судя по дорно прикрытой макушке вы пробовались на роль живого зеркала пожаловали так это не ко мне подстегнула что он высый вот она боль у кого остроптивой леди осы я серьезно так ладно хорошо напомни страшно так понятно она больше не хочет разговаривать так здесь кто-нибудь есть нет здесь никого нету о какая платьица стоит чтоб увидеть волшебный зад какой зад так сейчас что вырезать что-то придется вы видели небольшую довольно худую низкоросовую девушку ее внешность можно было бы охарактеризовать как полностью серую и ничем не выделяющуюся если бы не ее через вы чай на широкие вертливые бедра которые в некоторых ракурсах выглядит непропорционально развитым сравнении с остальным телом девушка застенчиво смотрит на вас своими огромными глазами и запинаясь произносит ищешь диво в жизни ты дальше можешь не идти имя я на яйцеклад я невзрачный это факт но на деле сущий клад каждый рублик дать мне рад чтобы увидите увидать волшебный зад давай без задов а у меня хоть и 18 плюс но youtube не пропустит ладно так а какой у тебя номер в этом удивительным я на этот заклад расставляет руки делаю быстрый оборот вокруг своей оси чтобы вы смогли заметить ее пышные едва влезающие в надеты на нее наряд зад я огромные яйца несу это у меня такая мутация происходит это где-то раз в месяц и само по себе когда я начинаю чувствовать как яйцо появляется у меня в чреве ребят сажают меня в гнездо внутри небольшой портативной клетки на колесиках отвозят какую-нибудь крупную деревню или даже город вроде краснознаменного ну чтобы люди могли поделиться за на запредельную степень надругательства природы на человеческой физиологии которую я собой воплощаю порой 5-6 сотен собираем за раз а сколько мне зерна и всяких пирожков клетку накидывают ух одно в этом все горько мои дети внутри яиц всегда мертвые или умирают в первые несколько минут короче одного случая когда нет не будем об этом так секунду кроме одного случая когда нет не будем об этом да это я многоточие не прочитал так ну давайте не а вот попробуем общение провал девушка качает головой так ну все остальное давайте о ты кто ух какая у вау русалочка какая-то русалочка но у глаза такие большие синие молодая стройная девушка грациозно двигается по едва заметны на черченой на песке линии соблюдая баланс почти неуловимым покажающим плавными движениями бедер заметив вазу бога лазая циркачка оборачивается улыбается когда нас говорит ее голос очень тихий это так тренируюсь чтобы канат лишний раз зря не натягивали хожу по линии песке соблюдая баланс яга фиарканова акробатка девушка замолкает вы видите как ее губы смыкаются договорив последнее слово но тем не менее новый голос грубые низкий раздающий словно бы откуда-то из ее тела мгновенно вступает в разговор эй агафья кто там подошел какой-нибудь сочный кобелек которую ты опять своей скромностью прогонишь только попробуй стервозно эй жеребец пойди сюда агафья выпучив глаза от ужаса и стыда скрещивает руки у себя на талии начинает пятиться на вас но голос кричащий из ее тела не вынимается делаясь только наглее эй бычок если ты там есть я ж не вижу отсюда ничего если еще тут то суши у меня тут для тебя поле непаханное чё стоишь а ну пошли с этой дурочкой деток делать графис удивленная стебьет сама себя куда-то вниз живота и голос замолкает на полу фразе отдышавшись девушка извиняется прошу прощения это не я сейчас говорила так как я так как я могу вам помочь и какой о чем это вы вы явно не настолько хроматично чтобы разговаривать девушку блин у меня не харизматично не да я еще прочитал то что мне будет очень сложно играть так как у меня что вам внимание на троечки ну вот но переигрывать то я уже не буду так что будем мучиться будет такой челлендж в итоге зря я конечно взял то что я волк одиночка так как я не думал что то я так быстро заполучу кого-то то есть я думал что если у меня появится напарник то он уже появится в то время когда мне не важно будут на это на эти стады то есть я уже прокачаюсь а у нас раз и напарник появился сразу конечно я могу от него отказаться насколько я знаю но блин я тогда боюсь я в боевке буду проигрывать хотя и так буду короче посмотрим так здесь нам не хватает а что у вас о 24 рубля так также мне писали в комментариях чтоб я избавился от всякого хлама который у меня валяется давайте собственно этим и займемся так до военный портвейн пригодится хотя бы сейчас опять я буду все посмотрю и мне в итоге все пригодится так и давайте одну газету 16 рублей блин им бы уравнять ладно давайте так сделка на этот раз я сделку провел все нормально так ладно у нас там у нас не хватает общения здесь у нас не хватает харизмы кстати а что у меня ой секунду я управление ребят не сменил буквально секундочку управление инвентарь так да так непривычный это у нас что это у нас внимательность нет это выносливость в и я не помню что такое вы харизм опять внимание я не помню вы мне писали то что стройка будет фигово но что теперь поделать круг круг о клювом нифига себе какой так перед вами сидит худощавый молодой парень лет 20 отличающийся от большинства сверстников очень крупными глазами огромным пестрым клювом растущим у него из лица заметив ваше внимание он вытягивается и начинает дегламировать странным скрипучим голосом как у попугая король я слышал в этом крики осенний цапель к югу перелет они зовут меня но я к земле лишь ник ну бескрылый беспособный на неспособный на полет привет странник я иван цапля а чё у тебя клюв не цапли а этого как его из африканских сторон короче вы поняли тукан тукана вот клюв тукана али начинает загибаться длинным тонкими пальцами левой руки ну во первых клюв вторых я люблю на одной ноге стоять в третьих мне нравится говорить курлык в четвертых я обожаю есть сырьем мелких животных типа лягушек да и вообще вот просто чувствую себя цапли понимаешь детства во мне горит желание нести яйца летать на юг ведь гнездо на вершине одинокого дуба в поле словно где-то в этом теле сокрытая благородная белоснежная птица которая так рвется наружу но вылез пока только клюв у тебя клюв точно не цапли вылез могли порисовать и цапли нарисовать вот нестандартные у тебя мечты это да разумеется никаких так ответишь ну тут больше ничего нету я так понимаю мы просто узнали так а здесь у нас что ты кто о клоун удачавый клоун пристально осматривает заболоченные окрестности цирка когда вы подходите поближе он резко разворачивается начинает тыкать вам в лицо средний палец оттопыренный в неприличном жесте от тебя от тебя подлюка что думал подкрасться клоун узлюки а хрен тебе натурпродукт а ну пошел вон пока я тебе пузо пулю в пузо не влепил коммерции все еще странный клоун можно было конечно пизды дать ну ладно не будем так мы только в шатре получается не были дам да потому что здесь мы были здесь у нас животом но пойдемте в шатер так бабуль ты чё перед входом в шатер тихонько подсыпывает длинноносая старушка с лицом мумии когда вы подходите к ней поближе она вздрагивает и сварливо глядя на вас говорит скрипучим голосом да шо шо у всех скрипучий то голос вот на представление 15 рублей она того стоит то хоть и вот ты зайди и проверь сам 15 рублей все только конченный живопыт кажется платить да понял держи держи не это так давайте я сохранюсь а а то мало ли я после так сказать якобы ремонта компьютера первый раз хочу а под шатром цирка собралась самая разномастная компания расхлюстанные матросы надутые купцы у грюмые селяне торговцы рабами торговцы женщинами раскрашенные девки пьяные наемники какие-то неясные личности не увешанные оружием фанатические оборванцы с золотыми браслетами на грязных лапах все они с интересом смотрят на сцену протестуются поближе вы начинаете прокладывать себе дорогу в толпу по пути отдавив кому-то какому-то бедолаге ногу задев локтем какую-то женщину из целую плеяду угроз проклятий и ответных тычек тычков свой адрес наконец тяжелый путь проделан и вот вы уже стоите на самой сцене где дает свое представление усатой фокусе для своего следующего трюка мне понадобится доброволица зала чароде обводит в миг притихшую толпу пристальным взглядом и наконец останавливает его на вас ну еще молодой человек не пройдите на сцену а чего бы и нет если вы в компании то берите всех своих друзей для моего нового фокуса чем больше людей тем лучше он да ладно я и постоять могу эй толкаться то не нужно хорошо хорошо выхожу так зрители которые стоят еще ближе к сцене дают вам дорогу вы чувствуете на себе на множество напряженных веселых нашмешливых и безразличных взглядов а когда ваши ноги ступят на присыпанную опилками арену внимание зала будет приковано исключительно к вашей ну тут вариантов то нету дамы и господа дети и взрослые сейчас я великий уфицу продемонстрирую вам чудо ваша роль неимоверно просто я начну говорить заклинание вы должны будете его продолжить итак начнем да вы и нике ум оба в фи нике ум сим салабим бимбим он явно ждет какой-нибудь им салабим перебим бимбим синий дымок загорелся чё дальше после предложившего среда представления вы стоите несколько ошарашенный великий уфицу с довольным видом воздевает руки к собравшимся но те явно не впечатлены из зала долетается ли жидкие аплодисменты и одинокий крик скучно либо зрители уже видели такой фокус либо потеряли возможность удивляться фокусник нервно оттягивает пальцем воротник и сконфуженно смотрит на вас тяжелая публика эйболу он снова поворачивается к аудитории тут его явно осеняет неожиданная идея великий уфицу указывает на вас как на экспонат музея громогласно объявляет а теперь перед вами выступает этот замечательный джельтемен которого моя магия перевоплотила в прирожденного шоумена пожалуйста просто покажите им что-нибудь любую мелочь я прошу вас эх ох нау я что это добром не кончится вот такая не ловко и так демонстрировать силу показать карточный станцевать рассказать шутку так смотрите здесь я так понимаю от параметров зависит я не знаю будет ли у нас возможности еще раз это сделать благо я сохранился перед этим мы правда все равно переигрывать не будем но наверное ну сила у меня точно хорошая показать карточный фокус возможно нужны азартные игры ну вот давайте силу в ней я уверен так в углу сцены лежат несколько гирь осталось только вопрос какую из них выбрать блин самую тяжелую возможно нам не хватит силы но хотя давайте попробуем успех вы без труда поднимаете самую тяжелую гирю над головой держите в таком положении какое-то время затем спокойно кладете обратно на землю это явно производит сильное впечатление толпа довольно гудит и клопает в ладоши тогда ух спасибо выручил мужик фокусник оттягивает рукав демонстрирует руки зрителей уловка вытаскивает у вас за ухо красный полонский нос нате дарю за помощь а теперь продолжим наше представление под громогласные аплодисменты вы покидаете арену цирк и бля я пятнашку заплатил может посмотреть хотел ладно так опыта пополчали игра сохранена так а ты кто крепко сложная я не помню разговаривали с ней не спеша прогуляться смешка спрашивает пардон ты тут гость вроде меня или часть местного персонала давайте поэт женщина хлопает в ладоши улыбается как вас тут много какой трюк ты мне покажешь готова отдать аж 10 рублей за минутную демонстрацию таланта у меня с харизмой все хреново вроде бы не харизма у меня 7 или нет давайте харизму попробуем успех женщина пожимает плечами когда у него зубов нет какой грызень без зубов это же сосен сосень шутить вы вызываете легкую улыбку ну а почему у меня на ту харизма не хватило держи здесь у десяточку заработали так ты сама откуда родом но здесь с это все опять же мы вообще нафига в цирк приходили в него вроде бы просто заходили просто так так а здесь еще можно пройти дайте-ка я это нифига тут самолет аэропортовский так а у вас стырить ничего нельзя я альт зажал но я ничего не вижу взять все блин ладно готова так надо все реально по продавать а кто здесь есть здесь кто-нибудь или это вообще о там кто-то сидит так надо проверить ящички сначала хотя на ухты пульки заряд для самопала это мы возьмем это нам пригодится ты что за шаман что за ведьма сухопарая смуглая женщина с сомнением смотрит на вас громко чмокает губами достает из металлического портсигара длинную пахучую папиросу снова бросив на вас подозрительный взгляд начеркает спичкой раскуривает и шумно затягивая затянувшись выпускает в вашем направлении колечко дыма чего хотел цирк он там внизу с кем имею честь говорить женщина стряхивает пепел с кончика папироса неожиданно громко побулькивая шмыгает носом как я шмыгнул носом да не просто почему-то захотелось так час от часу не легче я мадам вова директриса этого шапито а у тебя что какая-то жалоба есть крысы друг другу кры крысы друга или родственника съели а я про это ничего не знаю у нас здесь крыс нет интересно мне хватит общения линия провал хорошая но ничего ты из меня не вытянешь так здесь еще общения хватало чтобы что-то блин я не знаю прокачивать дальше общение нет нет иди промывай мозги кому-нибудь я занята а это частная информация посторонним ее раскрывать не на меня короче я запорол тем что попытался так а что у тебя там пустые бутылки молча смотрит так но это охранник я так понимаю нее так ладно значит мы везде были здесь стаканчики а здесь что-то интересно а меня спалят если я резерватив вроде не спаливают так то еще мы можем сделать в цирке просто неохота уже уходить я помню что нам надо идти дальше давайте я просто прогуляюсь а я верю всю локацию мы шли насколько я помню в темный лес куда нас банда послала и да я видел что там есть какое-то задание на заводе где банда ну а грибочки можно мухоморов подсобирать и так же меня даже немного смутил комментарий в котором было написано слишком много мата ребят зря стоит дисклеймер как-то здесь странно сделано как будто тут не только грибочки должны быть но дорога такая это а как мы сейчас разойдемся она я сквозь тебя могу пройти все ясно так а походу все цирком и ну я не знаю если что в цирке есть вы тогда пишите говорите в комментариях ну вот но я больше ничего не нашел но здесь я тоже ничего не вижу эти грибы не подбираются крыло самолета ну получается все блин а где я я запутался а вот он выход идем к выходу значит так что у меня 229 мне говорили убрать радиацию давайте уберем все таки я но это временный эффект до выпивший ну ладно он пройдет еще да вы говорили на привалах останавливаться я знаю что есть привалы просто как бы ну я не видел пока в них смысла большого так нам надо было так сохраняемся потому что здесь нам могут дать по шапке он на встречу идет обычный вы хотите с ним потолковать встретить давайте встретим может он нам задание какое даст а то мы бродим реально не знаю и не нужно драться я просто путник да я это вы видите пыльного с дороги верзилу защитной маски он шаркает ботинками и тихо шепелявит тоже по делам идем я как звать то люди прозвали меня исаак куталов куда поддержишь в ущелье бед говорю как есть чем занимаешься я шабашу в разных деревнях скажу честно работ кота еще больше нечего сказать может слышал чего не расскажу никому но люди поговорили что в беловежской пустоши теперь есть будка самоубийств которая предназначена совершение безболезненно самоубийство без посторонней помощи говорю как есть так хочу у тебя есть говорю как есть за и челапка морковь у денег у тебя нету можно было конечно на ножик разменяться но у меня есть такой ножик какая разница в цене блин 30 у него он за 61 два раза но в принципе все ладно я вообще если честно останавливался больше чтоб если вдруг какое ущелье будет я для этого останавливаюсь вот в эти так давайте еще раз сохранимся авто сохранением это авто сохранение а вот быстрое сохранение совершенно другое так ну пойдемте по железке а что у меня по еде я есть хочу давайте как раз вот и сделаем привал вы мне говорили о привале так давайте подогреем консервы приготовить так голод 200 у тебя что тихо на соответствует какую-то мелодию заметив он кивает как твое самочувствие а но у тебя кормить не надо у тебя только это нет не дам я тебе ничего так у нас нормально 280 но 80 пусть будет 80 я уже снимать не буду а кстати мы можем воды выпить а вода токсичность снимает они радиацию радиацию значит снимает только это а внимание это это внимание до внимание у меня три это хреново ну ладно может быть мы чем-нибудь его вы подскажите есть какой-нибудь шмот которым можно поднять это самое внимание или какая-нибудь фигня чтобы это чтоб забыть а где вообще скиллы я если честно вообще упр так что у меня по заданиям и мы сейчас идем вот сюда грохочущий лес потому что это черт его знает где бункер 317 это долго атом это основное нам тоже по нему я так понимаю еще а вот внимание да может быть как-то волк одиночку можно убрать вот мне интересно можно было бы я тогда убрал честно я пошел на такое но я говорю я не знал это вот для этого и сделана игра то что надо еще раз начинать просто мне не очень хочется начинать и по новой 8 серий проходить или девять сколько там уже их было все нас выносливо и зависит на то как мы двигаемся по карте чем мы так двигаемся медленно саду разбойников не ну пробуем договориться так и сохраняемся так здесь вообще вот какой-то привал есть крепость заправка так ну краснозайменный не давайте атакуем надо нам опыт надо набивать вот с такими нам надо с животными нам надо сражаться так а где они собственно за счет кстати мне говорили масковат бесполезен в драке видите как он хорош то есть на меня они не нападают они меня не видят и у меня есть право первого выстрела ну если бы у меня было с чего стрелять так а что у меня по оружию ношен квд да прицельные два прицельных один обычный давайте блин лучше вот всегда я надеюсь то что а резать кого-то блин нифига себе надо было просто просто прицельным в туловище бить ранен но ты ее оглушил это уже хорошо так четыре дайте нет давайте отбегаем блин я отбежал и думал фидель за мной отбежит это я не подрассчитал ну пусть фидель получает давайте вот так а то что у меня останутся ходы это как-то блин там как бы сейчас фиделя не убили а так но это оглушена я надо по-любому это добивать так и два раза можем кого-то отлично фидель молодец то что оглушает хорошо что я ему лопату дал туда нет кто-то еще ну должны хорошо опыта получить давайте вот так фрада фидель сейчас еще дальше побежит надо что-то с тактикой ему сделать чтобы он держался рядом блин при смерти но не мертвая блин ты не умрешь там а так отлично давайте забираем все их не потроха блин я если честно уже обосрался но у вас то ничего не видно у меня я альтаб случайно нажал у меня звук прекратился незаметным можешь сад боли так 35 310 не аптеч таблетки тебе дать все 44 нормально так все погнали дальше может быть мы сегодня хотя бы дойдем до этого наконец-таки так сохраняемся до леса кстати а сколько мы двести двадцать пять опыта получили так раз два три четыре осы одна крыса я сразу просто смотрю сколько у нас здесь врагов две крысы четыре осы блин ну если я вперед встану то буду один я получать нет давайте вот так блин как бы фиделя сейчас не потерять а как лечиться во время боя только шприцами так прицельный а вопрос обрезать там какой-то бонус если я резать буду но почему она стоит 3 блин у меня еще и отравление блин главное попади а есть попал я вижу что у тебя отравление но они блага не мажут тебя бы это радует и бьют не так сильно но надо прокачиваться вот на этих я не знаю может одну серию чисто побегать туда-сюда вот так вот повызывать на себя нападение что скажете пишите также в комментариях ну только тупо прокачаться хотя я понимаю что просто надо было давно давно наверно хлам продать все таки и купить себе нормальное оружие уже огнестрельное не бегать с ножиками блин а 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 и тебя чтоб наверняка все анals а а но здесь вроде когда получается здесь здесь две было Так, ну еще 225 Но правда это на команду Что у нас? Где опыт? Так, секунду, давайте используем вот это Используем вот это Я так понимаю, если желтым не светится Значит, ну, дебафа нету Никакого То есть вот так вот это нормально А, вот он опыт, 4600 До уровня не так много 400 Еще два боя и получим уровень По крайней мере я получу, не знаю, что там у Фиделя Ну вот, туман прошел Так, здесь еще дома Интересно, что там в домах будет Здесь какая-то нора Так, мы, наверное, да, сейчас дойдем Может быть Если нам дадут дойти Ммм, тут еще и пещера есть А, как твое? О, полечили тебя А сколько у меня этих таблеток? Еще три Давайте я первый пойду Хотя у меня у самого 32, блин Мне бы самому подхилиться Но для этого поспать надо Четыре Что-то больно, блин Если сейчас все мне по удару скинутся То я так отвалюсь С одной Нифига себе И я силен, однако Блин, надо было эту при смерти добить Ай, Фидель еще мажет Зараза Так, надо, кстати, скорость боя надо, наверное, да? Побольше сделать Как вы? Мне кажется, надо Вот не знаю Давайте вот так сделаем Долгая анимация просто Так, при смерти ранен Давайте вот тебя колоть Тебя прицельным сразу добиваем Блин, раненая Ладно Нифига, как это? Крыса получила 3 урона 3 урона Вроде она и урон получает Да сколько у тебя хп-то? Или это у меня разброс оружия такое? Что, что это? А Фидель все мажет Блин, уже 22 хп Так, ты оглушена Фидель с одной Разобраться не может Неужели ты в нее попал, а? Так, вроде все собрал Так, ну тут понятно Здесь больше ничего не будет Только выход Ну давайте зайдем Посмотрим, что там Если что, выйду Правда, блин, надо было сохраниться Это дым Вроде ничего страшного Так, ну тут труб, как всегда Мы уже в таком были Интересно, а здесь можно найти Что-нибудь прямо офигенное Так, здесь понятно Но вроде никого нету Если только они не вылезают из стен То вроде бы чисто Так, по весу Фидель, на кирпич И на покрышки тебе 59 из 74 Ладно, погнали дальше Ну мы сегодня О, уже 300 опыта Мы сегодня хорошо опыта Поднакачали Почти уровень взяли Так, кстати Бутылка с водой Ой, обоссусь, а Ой, обоссусь Столько пить Сколько Шесть бутылок выпили Да это же долбануться можно Это нереально Вообще, мне кажется Пишите в комментариях Вы сможете шесть бутылок С водой выпить? Ну что, выход только там Типа, чтобы я обязательно Прошел через это Не мог сбежать обратно? Пока нифига непонятно Честно скажу То есть, понятно Что надо качаться Но я не пойму пока где Где нормально По уровню Я могу прокачаться Я куда, ну Вот я пока могу Только вот на этих осах Качаться, все И то я вот ХП-шку теряю Так Давайте сделаем Вот так Встретим Встретим Поговорим Может у него Деньги будут Может у него Какое оружие будет Еще что Вот у него Корова есть Видите Грязного Вонючего Верзилу Так, понятно Мы уже С тобой Нет Ну, патроны У него есть По крайней мере Степан Шекспир Куда путь держишь? В Санцеград Вот и думаю Думай теперь Что в Румынии Теперь есть завод По производству Дешевых Общедоступных Консервов Цены приглашают На работу Бродяг и нищих Вот и думай теперь Я думаю Они не на работу Приглашают Просто Апокалипсис Консервы делают Не для работы Они бездомных И нищих Приглашают Но не будем Об этом Я думаю Все прекрасно Понимают Для чего Туда приглашают Так Если хотите Если хотите Поддержать То можете Это сделать На данный Таллер Все ссылочки Есть в описании Под видео А на этом все Всем до следующих Видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok